Боксерами не становятся, и не рождаются. Он был прирожденным боксером. Это моя природа. Я дотягиваюсь до вас. Пью вашу кровь, рву сердце, печень или почки. Единственное место, где он когда-либо ощущал умиротворение, это ринг. Я хочу провести идеальный бой, быть лучшим бойцом. По-моему, Майка украли последователей Дона Кинга и промыли ему мозги. Дон Мастер, находить слабые стороны человека. Бой начался. Кинга использовала сексуальную жизнь Майка и женщин, чтобы контролировать его. По своей природе я дик. Я такой, понимаете. У меня много энергии, понимаете. История Майка Тайсона Майк Тайсон не просто не обуздан. Майк Тайсон – самый жестокий человек, когда-либо выходивший на боксерский ринг. Он единственный человек, когда-либо дисквалифицированный за то, что укусил соперника. И укусил дважды. Его поступки заставляли тысячи зрителей в страхе покидать арену. Я сидел в казино, и неожиданно послышались выстрелы. Люди бросились на улицу. Спортивная федерация Невады отозвала лицензию Тайсона на год, чтобы дать ему время подумать, способен ли он сдерживать эмоции. Ларри Мерчант комментировал почти все его бои. Карьеры боксера в той же весовой категории до него, я имею в виду Дэмпси, Марсиано и Фрейзера, были короткими и яркими. Подобный стиль не позволяет наслаждаться такой долгой спортивной жизнью, как, например, у Джо Луиса, или Мохаммеда Али, или Ларри Холмса. Поэтому, даже учитывая его самые серьезные намерения, желание измениться, сделать это было очень трудно. Тайсон рос в Бруклине, без отца. Мать не в силах была его контролировать. Все было враждебным. Никогда, ни одной спокойной минутки. Все время напряжение. Придирки копов, то и дело приезжает скорая помощь, выстрелы, зарезанные люди, разбитые окна. Постоянная вражда. Каждый день что-нибудь да происходило. Привыкаешь к тому, что люди стреляют друг в друга, как будто смотришь старый вестерн с Джоном Уэйном. Сидишь в кино и думаешь, господи, да у нас тоже самое происходит. К восьми годам он превратился в уличного хулигана, пытающегося выжить. Было здорово. Мир такой разный. Никогда не удастся постичь всей его полноты и радости. Приходилось действовать с умом. И это заставляло сердце биться чаще. Потому что выходишь на улицу не только для того, чтобы кулаком свалить прохожего и забрать кошелек. Нет. Нужно было применять хитрость. Они знают, что ты воришка, когда околачиваешься на остановке или заходишь в автобус. Или в магазинчик. За тобой наблюдают, а ты пытаешься их перехитрить. Большинство людей считают, что если они за вами наблюдают, то вы ничего не сделаете. Они следят, следят, но одна ошибка, и их кошелек у меня. Не хочу сказать, что я остался таким же, но я был молод, а в молодости свойственные опрометчивые поступки. Хотелось покрасоваться перед друзьями. Мне кажется, за нашу игру стоило давать что-то вроде Оскара. Не знаю, что об этом подумают, но я ни о чем не жалею. Было весело, и я получил отличный опыт на будущее. Он был юным бандитом, хищником. Он 38 раз попадал в участок. К 13 годам Тайсона приговорили к заключению в Центре Веревоспитания Нью-Йорка, где ему улыбнулась удача. Он встретил человека по имени Кас Дамато, легендарную в боксе фигуру, которая сделала чемпионами мира таких боксеров, как Флойд Паттерсон и Хосе Торрес. Кас Дамато спас его от криминала, дав возможность развивать боксерское умение. Тайсону было 12, он был застенчив, но выглядел очень сильным. Правда, он был слишком мал и чуточку полноват, чтобы делать прогнозы. Кас Дамато свел Тайсона с двумя тренерами, Тедди Атласом и Кевином Руни. Я познакомился с Тайсоном в Кэтскеле, Нью-Йорк, припосредствии Каса Дамато. Я тренировал там боксеров всех бойцов Каса Дамато. В то время я работал с Бобби Стюартом, полицейским, занимавшимся перевоспитанием молодых преступников в колонии под Олбани. Он позвонил Касу и спросил, не мог бы я взглянуть на молодца по имени Майк Тайсон. Там был джентльмен по имени Бобби Стюарт, бывший боксер из Нью-Кирка. Кас, оказалось, ему помог. А я хотел быть боксером, я видел, как он боксирует с детьми. Он узнал, что Стюарт был бывшим боксером, и Стюарт показал ему несколько приемов. Тайсону очень понравилась возможность стать боксером. А когда он узнал, что через Стюарта он сможет познакомиться с Касом, радости не было предела. Встретив Тайсона, Дамато, которому было за 70, сразу понял, что этот парень может снова привести его к победе. Мы с Тэдди занялись его тренировкой. Долго и трудно, постепенно он научился наносить удары и прочим премудростям. Дошло до того, что нам стало трудно находить спарринг-партнеров, потому что у него был очень тяжелый удар с обеих рук. Тайсон был как губка, впитывал все, чему его учил Кас. Знаете, движения головы, грязные удары, а также хук справа. Я помню, что Майк тренировался подолгу. Под 10-15 минут перед зеркалом, отрабатывая апперкот или хук слева. Дома у Каса была целая фильмотека в аксерах. Дэмси, Армстронг, Робинсон. Тайсон все время смотрел эти пленки. Типичный для Гэри Армстронга стиль. Голова опущена вниз на уровне груди соперника. Отлично, отлично, снова и снова. Кто остановится последним? Время. Отлично. Это нам и нужно. Я хотел сделать то, чего раньше не делал ни один боксер. Нет, не убить кого-то, но Джек Дэмси, например, все время ломал противникам глазные впадины. Вот это я понимаю. Мужик. Стоило посмотреть, как он это делал. Тренеры работали над боксерскими умениями Тайсона. В качестве примера Кас использовал Хосе Торреса. Кас Дамата сказал, что этот паренек может стать самым молодым в истории чемпионом в тяжелом весе. Он хотел нас впечатлить. Он точно знал, зачем он здесь. Это были его пробы, его шанс изменить свою судьбу, когда кончится срок. Кас смотрел, он сказал, пожалуйста. Мне сказали, что я очень талантлив, но если вернусь обратно в Бруклин, то ни к чему хорошему это не приведет. С этого момента он меня усыновил. В доме Каса Тайсон разводил голубей. К этому он научился еще в Бруклине. Но это было не единственное его занятие. Тайсон был зверем. Иногда он исчезал. Кас выбросил Тайсона из дому. Кричал ему, убирайся. В другой раз он потребовал, чтобы Тайсон дрался с ним. Я как-то услышал их спор. Тайсон и Кас пошли на улицу. Кас говорит, думаешь, ты крутой? Давай, иди сюда. Будем драться. Кас был настроен серьезно, а Тайсон, конечно же, рассмеялся и пошел по своим делам. У нас были проблемы. Его исключили из школы. Многое, честно говоря, замалчивалось, потому что имидж играл большое значение. Понимаете, ребенок и старик для общественности. Это было здорово. Это привлекало внимание. Старик и мальчик. Но не совсем так, когда мальчик хотел поиграть. По выходным он навещал мать. Он должен был уезжать в субботу и возвращаться в воскресенье. Иногда он пропадал на 4-5 дней. Кас ехал за ним или звонил маме, и я отправлялся на поиски Тайсона. Кас ехал за ним или звонил мне, и я отправлялся на поиски Тайсона. Иногда успешно, но в большинстве случаев безрезультатно. Да, характер у меня был еще тот. Я не давал ему выхода, потому что передо мной стояла цель. Уверен, что большинство историй, слышанных вами, преувеличены. Но я хотел побеждать. С какими бы проблемами не сталкивался Тайсон за пределами ринга, это не влияло на его природную дикость. Под руководством Каса и Тедди Атласа Тайсон одержал верх над всеми соперниками-любителями. А в 1982-м он защитил свой титул на юношеской олимпиаде. Слухи опережали его. За год до этого некоторые более слабые боксеры намеренно проигрывали бои, чтобы не встречаться с Майком и не рисковать своим здоровьем. В то время как другие боксеры видели в нем необузданное животное, сам Тайсон перед боем за звание чемпиона показал другую сторону своего характера. Он буквально расплакался, решив, что если проиграет, никто не будет его любить. Это всегда тяжело. Майк Тайсон, его все любят. Да, вот именно. Ты можешь собой гордиться. Ты чемпион. Делись с умом. Помните, у Тайсона отличный удар справа, левую он держит низко. Посмотрим, как у них пройдет. А вот и правая. И левая. Справа. Справа. Слева. Он зажал его в углу и обрабатывает его по полной. Голова идет вверх, теперь вниз. Серия ударов по корпусу. Очень, очень сильный бокс. Брауну досталось, но он еще держится. Вот еще один хук справа Тайсона. Еще. Он сдается. На ринг летят полотенца. Посмотрите, как Тайсон прыгает на канаты. Расправившись с любителями, Тайсон решил стать профессионалом. В начале карьеру Тайсона вели идеально. Тренировки, реклама, бои. Этот человек иногда дрался дважды в месяц. Невероятно. Очень трудно договориться о двух боях в месяц. И это не считая боев для команды Тайсона. Команда Тайсона – идеальная команда для бокса. Никто не успел ничего осознать, а Майк Тайсон уже стал самым звездным боксером со времен молодого Кассиуса Клея или Рокки Марсиано. Он вставал в один ряд с ними. Почему? Да потому, что он посылал ребят в нокаут. Каждый его удар наносился со злостью, а его самого достать не могли. Несколько месяцев спустя, после перехода в профессионалы, Тайсон получил самый сокрушительный удар за свою карьеру. От пневмонии умер его приемный отец, Кас Домато. Никто не знал, продолжит ли Тайсон карьеру. Место Касса Домато в сердце Майка занял Джим Джейкобс, друг и наставник, заменивший отца, которого у Тайсона никогда не было. Джейкобс сказал Майку, «Выиграй титул ради Касса». Касс умер за год до того, как Майк стал чемпионом. Касс не раз говорил, что он живет ради Тайсона. Ему на смену пришли Джим Джейкобс и Билл Кейтон. Он страдал молча. Многие почувствовали это на себе, проигрывая в двух-трех раундах. Я думаю, Тайсон решил превратить печаль в злость и валил всех противников подряд, давая таким образом выход своим чувствам. В 1984, 1985, 1986 и почти весь 1987 Майк жил в моей квартире на Манхэттене. Он спал на диване, а затем он вошел в первую десятку лучших бойцов и стал чемпионом мира в тяжелом весе. Утром выхожу из спальни, а на диване спит чемпион мира и мой друг. Это все равно, как если бы у вас на диване спал Вилли Мэйс или Микки Мантл. Самое невероятное чувство в мире. Но все это время он оставался прекрасным парнем. В 20 лет Тайсон осуществил мечту Касса. Самый молодой в истории чемпион мира в тяжелом весе. Завоевав титул, Тайсон переключил свое внимание на прекрасную молодую актрису, звезду популярного телесериала Робин Гивенс. В начале я был за их свадьбу, потому что Тайсон выходил из-под контроля. Женщины на улице бросались на него. Это было какое-то сумасшествие. Мне казалось, что если он женится на одной, она будет держать его в узде, что для него было бы гораздо лучше. Мне было неважно, кто это будет. Но в данном случае я считал, что Робин Гивенс – подходящая кандидатура. До того, как сыграть свадьбу, я был молод. 15, 16, 17, 18. Вы понимаете, много зарабатывал и был очень известен. Известность играла даже большую роль. Я был необуздан, я шел к своей цели, поэтому времени погулять у меня не было. Уверен, что большая часть услышанного вами не совсем правда. Я даже не знаю всех слухов. Но, конечно же, мне очень нравились женщины. Робин казалась очень милой девушкой. Меня радовал тот факт, что он, наконец-то, остепенится. Но как только они поженились, она позвонила и заявила, «Я миссис Тайсон, теперь я буду всем управлять. Введите меня в курс дел». 1988, сразу после свадьбы, Робин Гивенс и, конечно же, Рут очень хотели взять на себя руководство карьерой Майка. Это стало очевидным в Токио, куда мы прибыли для боя с Табсом. Мы летели из Японии, по-моему, часов в 13. Робин Гивенс встает и объявляет Биллу Клейтону, «Теперь я, мисс Тайсон, и все должно идти через меня». Это стало первой весточкой. Уже в Нью-Йорке нам сообщили, что Робин и Рут были в банке, пытаясь получить доступ к счетам Майка. И заявили Джиму Джейкобсу и Биллу Клейтону, что они берут дела на себя. Робин постоянно напоминала Биллу и Джиму, что она миссис Тайсон, и что она главная. Это оказалось ошибкой. Свадьба была лишь игрой в сети отношения с Тайсоном и матерью. Только-только кончился медовый месяц, как в жизни Майка вновь произошла трагедия. Наставник и менеджер Тайсона Джим Джейкобс, 8 лет бороться с лейкемией, умер 23 марта 1988 года. Для молодого чемпиона это был большой удар. В эмоциональной вселенной Тайсона Джейкобс сменил Кассадамате и скрывал от него свою болезнь. Когда Джим Джейкобс умер, Майку было всего 21. В его душе образовалась пропасть, в которую сразу залез Дон Кинг, который сделал запутавшегося парня частью своей империи. Под гнётом брата и славы, Майку срочно нужен был надёжный наставник. Тайсон требовал фигуру сейчас, сейчас больше, чем никогда. К июню 1988-го личная и профессиональная жизнь Майка шла кувырком. Менеджер и учитель Джим Джейкобс ушёл из жизни. Чемпионом пытались манипулировать и тянули в разные стороны. С одной стороны, Робин Гивенс и её мать, Рут Роупер, жаждавшие наложить руку на его состояние. С другой стороны, Билл Кейтон, менеджер, помогавший сделать из Майка мультимиллионера и национальную звезду. А также Дон Кинг, искромётный, лохматый продюсер, новая сила в жизни Тайсона. Это дорога успеха. Я ни на кого не сержусь. Я не собираюсь выкапывать топор войны. Всё, что я добиваюсь, дать Америке и миру лучших боксёров. Я мечтатель, большой мечтатель. Когда я начинаю мечтать, то попадаю в большие неприятности. Я хочу объявить, что сбор составил самую большую сумму в истории профессионального спорта. 12,3 миллиона долларов. К тому времени, как Майк вышел на ринг, чтобы защитить свой титул против Майкла Спинкса, его жительность с пределами ринга с трудом цеплялась за канаты. Всего за 10 дней до боя в Атланте Робин Гивенс и её мать выступили с заявлением о том, что подвергались избиению со стороны Тайсона. В день боя Тайсон подал на своего менеджера Билла Кейтона в суд за то, что тот якобы утаивал финансовые отчёты. Это не шутка. Здесь замешаны миллионы долларов. Не десятки, а сотни. Он попросил предоставить отчёт, что я и сделал, предоставив ему записи о каждом заработанном им долларе с того момента, как он стал профессионалом. Я отправил эти записи адвокату. Вот и всё. Он был более чем удовлетворён. Больше вывести от этого адвоката не слышали. Хотя Кинг продолжал утверждать, что мы украли деньги. На самом деле мы выплатили Майку даже больше, так никогда и не удержав те деньги, что вложили в него во время любительской карьеры. Это очень серьёзно, понимаете? Люди не понимают. Не понимают контрактов, которые мы подписали на будущее. Люди — это же громадные деньжищи. Робин и Рут хотели быть уверены, что с того момента, как закончится бой со Спинксом, и Майк получит свои 22 миллиона, они встанут у руля. Они проделали огромную работу, убедив Майка в том, что всё, что делалось для него до того, было не в его интересах. Что деньги, которые он зарабатывал, от него утаивались. Всё, что они сообщали ему, получая информацию от Дона Кинга, срабатывало. Майк простодушно верил. Майк простодушно верил, что всё, что было сделано для него, и всё, что они сказали, что они сказали им, всё, что они сказали до Дон Кинге, и Майк genuinely верил, что всё, что было сделано для него, было не в его лучшем интересе. Бой, на который букмекеры смотрели, как на одно из самых серьёзных испытаний для Майка, был более драматичен за пределами ринга, чем на нём. Очень важный день для меня и для всего Вокса. Самый серьёзный бой в истории. Тайсон расправился со Спинксом за 91 секунду. Атланту он покинул непобеждённым, но драма его жизни продолжалась. Дон смог заполучить Майка, привезти его в Кливленд и удерживать его там до тех пор, пока не убедил в том, что будет защищать его интересы лучше всех. Что бы там ни произошло, вино, женщины или песни, Дон сделал это. Он выиграл время. В этом Дон мастер. Он закрыл счета, чтобы женщины не могли выписывать на них чеки. Но это делалось не в интересах Тайсона, а для того, чтобы укрепить его отношения с Доном. На обвинения отвечали контробвинениями. В конце концов, Дональд Трамп объявил о том, что Кейтон остаётся менеджером Тайсона, а Кинг становится его промоутером. Майк спрашивал меня и его семья тоже, буду ли я помогать в решении проблем, которые не могут не возникнуть у 21-летнего боксёра. Я ответил, конечно. Я хочу, чтобы ему сопутствовал успех, что к 30-35 годам, когда он уйдёт из спорта, ему было не о чем беспокоиться. История свидетельствует о том, что многие профессиональные спортсмены, зарабатывавшие миллионы, годы спустя не могли найти концов этих денег. Джо Луису пришлось участвовать в дополнительном бою по финансовым причинам. Кариму Абдул-Джабару пришлось остаться на ещё один сезон из-за денег. Я не хочу, чтобы моему мужу пришлось делать то же самое. Я хочу, чтобы он выходил на ринг тогда, когда хочет, потому что ему это нравится, а не ради денег. Зарабатывая столько денег, сколько он зарабатывает сейчас, он никогда не должен нуждаться. Я здесь главный. Я не должен драться ни за кого. Он работал на меня. Оказалось, что это я работаю на него. А в контракте, который я подписал, в общем, там звучало так, будто я нанимался на работу и должен был драться с теми, на кого мне указывали. По мне, это было неправильно. Я очень рад, что вопрос решён. Я рад работать с Майком Тайсоном, который, я абсолютно уверен, окажется самым великим тяжеловесом в истории бокса. Он сам направляет свою судьбу. Думаю, что Майк и Билл, работая в паре в следующие несколько лет, наделают шуму. Возьму отпуск 6-8 недель, расслаблюсь. Я принимаю решения, и это хорошо. Впервые я делаю это сам. Если бы не моя подруга, а теперь и жена Робин Гивенс, я бы так ничего и не понял. Спасибо ей огромное. Я её очень люблю. Огромное спасибо. Спасибо. Несмотря на такие заявления, борьба за контроль над Майком Тайсоном продолжалась как неприятности в его личной жизни. Летом 1988 года, когда контракт Билла Кейтона с Майком Тайсоном был согласован с Робин и Руд, 6-8 недель всё было спокойно. А затем у Майка и Робин случилась ссора в поместье Бернардсвилле. В интервью, показанном на всю страну, Робин Гивенс поведала Барбаре Уолтерс о том, что у Тайсона была маниакальная депрессия. Впоследствии выяснилось, что это обвинение было беспочвенным, и она вновь заявила, что Тайсон её бьёт. Несколько дней спустя в особняк Тайсонов в Нью-Джерси была вызвана полиция. Вскоре Робин Гивенс подала на развод. С её уходом Тайсон обратился к своему промоутеру Дону Кингу. Я знал Майка с 1980-го по 1988-й. Как только его захватил культ Дона Кинга, он перестал отвечать на мои звонки. Не знаю даже, доходили ли до него мои послания. Казалось, будто Майк стал членом секты, главой которой заставили его оборвать все связи со старыми друзьями. Дон Кинг втирается в доверие боксёрам, апеллируя к их порогам, а не к достоинствам, разрешая им делать всё, что угодно, чтобы завоевать их преданность. Кевин Руни был для него прекрасным тренером. Кевин Руни любил его. Но Дон Кинг заставил Майка уволить Кевина Руни. Мне кажется, с того дня развитие у Майка как боксёра был положен конец. С того момента он прекратил совершенствоваться. Он уже никогда не был в лучшей форме. Он перестал двигать головой, уклоняться. Он стал входить в клинчи, реже бить. Это было заметно. С Доном Кингом деградировали не только его характер и моральные принципы. Стала также ухудшаться его техника, потому что рядом с ним больше не было ни Кевина Руни, ни Тедди Атласа. Как спортсмен он не хотел подчиняться тем, кто что-то в этом понимал, кто мог бы сказать «нет». Он окружил себя псевдодрузьями, купленными за деньги, полупрофессионалами, позволил сбить себя с пути, не выдержав испытания медными трубами. Если букмекеры и знали о понижении планки Тайсоном, это не сказалось на ставках на бой с Джеймсом Бастером Дугласом в Токио в феврале 1990-го. Тайсон приехал туда за две недели и неожиданно понял, что набрал 13 килограммов лишнего веса. Он сел на сложнейшую диету, доведя свой вес до 102 килограммов. Ставки принимались из расчета 42 к 1 в пользу Тайсона. Перед боем пошли слухи о физическом и ментальном состоянии Тайсона. Его отправили в нокдаун, в спарринги, во время тренировки. Он казался рассеянным. Его личная жизнь находилась под пристальным вниманием с самого первого дня, но никогда еще она не влияла на его поведение на ринге. Впервые самый великий чемпион своего времени утратил контроль над собой там, где всегда его удерживал. Ударил гонг. Я вижу, что Тайсон сам не свой. Он был не в форме. Наверное, он подумал, что если грозно посмотреть на своего соперника, тот упадет сам. Дуглас сказал, ладно, и начал наносить удары. Они достигали цели. Один, второй, третий раунд. Неожиданно Бастер Дуглас превратился из запуганного боксера в смелого. Как только это происходит, ты перестаешь нервничать и начинаешь чувствовать свою силу. И ты уже не будешь нервничать снова. А так и останешься смелым. Он надавал Майку по полной программе. Мы признаем тот факт, что Бастер Дуглас провел отличный бой. Он был великолепен. Я уже не раз говорил, что величие бокса в его невредсказуемости. Все проигрывают. Многие из вас, корреспондентов гораздо старше меня и повидали на своем веку немало, видели боксеров лучше меня. Какое случается? Единственное, чего я прошу, матч и реванш, и я буду в порядке. Тайсона унизили. Ему еще никогда так не доставалось. Ему нужно было восстановить ренаме. Он обратился к сексу. Риди Гонзалес был шофером Майка Тайсона, поздно телохранителем и личным помощником. Он стал очевидцем бурных похождений Тайсона. Наша жизнь с Тайсоном в плане женщин была очень проста. Они всегда были рядом, всегда пытались забраться к нему в машину. Кинг это знал, пользуясь сексуальной жизнью Тайсона, чтобы его контролировать. Майк не бегал за ними по улицам. Женщины сами шли к нему в руки, вытворяя такое, что никакого нормального мужчину не оставит равнодушным. 18 июля 1991 года Тайсон познакомился с Дезри Вашингтон, чернокожей претенденткой на звание Мисс Америка. Произошло это на репетиции шоу в Индианаполисе. Ранним утром она поехала с ним в отель. Три дня спустя Вашингтон написала заявление в полицию, обвиняя Тайсона в изнасиловании. Эти обвинения связаны с сексуальными домогательствами. Это были самые черные дни его молодости. Под угрозой находились его свобода и репутация. Ситуация просто нелепая. Я никого не обижал. Я люблю женщин, понимаете? Моя мама женщина. У меня к ним глубокое уважение. Каждый раз стоит мне довериться женщине, увлечься ей, как случаются вот такие эксцессы. Я ничего не понимаю из того, что произошло сегодня. Неудивительно, что ни одного из тех, с кем Тайсон начинал карьеру, у Каса Домата не было рядом. Единственным, кто остался с ним, был Дон Кинг. Дон Кинг. Мы с нетерпением ждем процесса, где восторжествует справедливость. Вы все еще надеетесь на бой с Холлифилдом? Сейчас мы заняты только процессом. Имя Майка сейчас ассоциируется с судом. Конституция великих США гарантирует ему определенные права. Мы не оспариваем, виновен он или нет. Мы просто хотим справедливости. Я не был в номере. Знать правду нам не дано. Тайсон чувствовал, что мир обязан ему, что он получит все, что захочет. Его было трудно контролировать. Как и большинство звезд спорта и знаменитостей, он считал, что правила к нему не относятся. Оказалось, что он был неправ. Пресса немного переусердствовала, заранее свалив все шишки на человека, заочно признав его виновным. Это жестоко. Удивило ли вас заключительное слово защиты? Нет. Дело простое. Сюрпризов было немного. Когда они начали совещаться? Час. Около пяти минут назад нам сообщили, что жюри вынесли решение. После девяти часов закрытого совещания жюри города Индианаполиса признала Тайсона виновным. Мы не могли прийти к согласию до самого конца. Мы хотели все сделать правильно, чтобы все было по-честному. Мы знали, что будет так. Это ведь Индианаполис. По-моему, очень справедливый вердикт. И хотя мы уверены в справедливости принятого решения, мы также понимаем, как себя чувствует подзащитный, признанный виновным и не знающий, что с ним случится, как этот молодой человек. Мы не знаем, что у них есть чувство, чтобы заново пиде Fuckin, если уник pernah возгорать, что этот молодой человек. Он знает, что он имеет права. Отбывая шестилетельный срок в молодежном центре Индианы, Тайсон опять попал в обстановку, знакомую еще по уличным дням. Но он решил не сдаваться. Стал мусульманином. Добился снижения срока вдвое за примерное поведение. 25 марта 1995 года его освободили. Ожидалось, что Тайсон мусульманин уволит Дона Кинга, но этого не произошло. К удивлению поклонников бокса, Тайсон подписал новый контракт с Доном Кингом, стоимостью в несколько десятков миллионов долларов. Бой продолжается. Причина, по которой он предпочел Дона Кинга, по сути, проста. Кинг был единственным человеком на планете, способным взять осужденного насильника и подписать контракт с одной из самых крупных компаний страны, МГМ, на шесть или восемь боев, точно не помню, получив за каждые по 13 миллионов. Первым противником был Пит Макмилли. Хотел бы я, чтобы Кинг был моим менеджером. Кинг сумел состряпать лучшие финансовые пакеты гарантии. Пока одни только что-то обещали, он уже выложил на стол бумаги, дескать, будешь со мной, заработаешь 100-150 миллионов. Бизнес есть бизнес. Вскоре стало очевидным, что Тайсон вновь попал по чару Дона Кинга, взявшего на себя управление возвращением судимого экс-чемпиона. С улицы Эмбой, Бруклин, выходец из нашей общины, бывший чемпион мира в тяжелом весе. Майк Тайсон! Майк Тайсон! Майк Тайсон! Дон Кинг контролировал Тайсона интеллектуально, так же, как Холифилд физически. Тайсон был так же повязан с Кингом, как Кинг с Тайсоном. Между ним и была незримая связь, деньги и эмоции. Он чувствовал себя спокойнее с Кингом. У того была власть в мире бокса. Остальные только сотрясали воздух. Дон Кинг знает Тайсона. Знает, как его уговорить. Как отговорить. Он вертел им, как хотел. Возвращение Тайсона с самого начала выглядело противоречиво. И хотя большая часть противников, выбранных Доном Кингом, вряд ли подходила на роль достойных конкурентов, бои с ними были финансово выгодными. Статус Тайсона, как самого популярного в боксе, был снова восстановлен. Люди шли на него по-прежнему, но уже по другой причине. Раньше этой причиной был невероятный бокс, теперь это больше походило на цирк. Людей занимал вопрос, а что же он отколет на этот раз? В Америке это можно продать. И хотя Тайсон уже не доминировал на ринге, как это было в его лучшие годы, он все еще был опасным бойцом. Слишком быстрым и сильным для большинства тяжеловесов. Он быстро вернул себе свои титулы победами над Фрэнком Бруно и Брюсом Селдоном. И вскоре должна была состояться долгожданная схватка с Эвендером Холифилдом. Они поставили на Холифилде крест, как на бойце, правда считая, что его имя привлечет зрителей и восстановит реном Мэя Тайсона. Если бы они знали, что в Холифилде хоть что-то осталось, они бы никогда не согласились на бой. Тайсон Холифилд. Классика бокса. Я жду победы. Моя главная цель – победить. Я думаю, бой будет трудным до тех пор, пока он не поймет, что это я плохой парень. Бой оказался сплошным разочарованием. Холифилд доминировал на протяжении всего боя, и в 11-м раунде ему была присуждена победа за явным техническим преимуществом. Второй раз за свою карьеру. Боксер, когда-то считавшийся непобедимым, потерпел поражение. Тайсон был в плохой форме, продолжая верить в свою звезду, а Холифилд просто задал ему трепку. Холифилд показал всем, что Тайсон сильно сдал как боец. Что он был просто сильно раскручен, а настоящего боксера ему уже не победить. 28 июня 1997 года Тайсон вновь вышел на ринг против Эвандера Холифилда. Этот день стал черным днем бокса и Тайсона. Необузданность, которую он демонстрировал на протяжении всей карьеры за пределами ринга, в тот день просочилась и между канатами, став причиной одного из самых ужасных моментов в истории бокса. Сперва я не поверил своим глазам. Когда я понял, что он укусил его за ухо, то мне пришло в голову, что этот парень просто хочет выйти из боя. А потом я решил, что дело было не в этом. Он был просто вне себя. Он понял, что напоролся на человека, которого не сможет запугать и победить. И действовал просто... просто от злости. Судья Миллс Лейн предупредил Тайсона. Но несколько секунд спустя тот опять пустил в ход зубы и был дисквалифицирован. По-моему, он понял, что бой проигран, потому что все повторялось, как в их первом бою. Холифилд вновь взял бы верх. Он нанес несколько сокрушительных ударов, которые никак не отразились на состоянии Холифилда. Думаю, в глубине души он осознал, что снова проиграет. И не желая получить нокаут, он собирался выйти из боя, как бы не проиграв. В этот момент не обязательно думаешь о проигрыше. Просто видишь, что твой соперник не падает. А ведь ты только что нанес ему свой лучший удар. По-моему, это был третий раунд. Лучший, проведенный Тайсоном, когда он решил укусить Холифилда за ухо. Тайсон без сомнения потерял уверенность в победе. Он знал, что побить соперника не сможет. Поэтому он откусил ему ухо. На ринге началась потасовка. Чтобы восстановить порядок, понадобилась целая армия полицейских. Настоящая драка, которая потом выкатилась и в казино. Хаос, по-другому не скажешь. Самый подходящий конец для истории с возвращением. Некрасиво. Людей в толпе подхлестнуло увиденное. Драки вспыхивали то тут, то там. Не удивлен, что с тех пор МГМ охладела к боксу. Пока Холифилда с примотанным полотенцем ухом везли в больницу, боксер, когда-то прозванный самым плохим парнем планеты, прокладывал себе путь в раздевалку. В Тайсона и его окружении летели стаканы, бутылки и все, что попадалось под руку разъяренной толпе. Я видел, как, покидая отель, он чуть было не погнался за парня, назвавшим его неудачником. Тайсон попытался вылезти из машины, но его удержали. Вот каково было его эмоциональное состояние на тот момент. Я сидел в казино, и неожиданно послышались выстрелы. Люди бросились на улицу. Для прессы это был праздник. Фотографии дикой сцены можно было встретить на первых полосах почти всех газет мира. Тайсона высмеивали. Почти все спортивные репортеры сошлись на том, что ему следует запретить выходить на ринг. Я видел то же, что и миллионы поклонников бокса по всему миру. А я пишу о боксе уже более 30 лет. Ужас. Кошмар. Такое случается только на улицах. Если бы я мог решать, то Тайсон вообще больше не вышел бы на ринг. Спортивная федерация Невада была того же мнения. И 11 июля 1997 года лицензия Тайсона была отосвана. Величайший боксер своего поколения, проделав долгий путь, стал живым примером того, как жить нельзя. Я больше не нужен боксу, но я смогу прожить без него, как и он без меня. Однако Тайсон не собирался сдаваться. Он знал, что сможет зарабатывать на жизнь. Он занялся рестлингом. Хочу объявить, что Майк Тайсон будет представлять закон за пределами ринга. Будет своего рода гостем-судьей. Прецедент уже был, как вы помните. Когда-то в Мэдисон-Сквэр-Гарден Мохаммед Али занимался тем же. У нас даже есть видео. Майк знает, что боксеры, которым позарез нужны были деньги, занимались тем же. Это наносило серьезный урон представлению о них, как о легенде. Я уважаю твои заслуги на боксерском бобрище. Но, ступая на этот ринг, ты ступаешь на территорию Стива Остина, Холодного Камня. Чего делать не стоит ни в коем случае. По-моему, это грустно. Рестлинг — это не его спорт. Один из лучших фильмов о боксе, «Реквием по тяжеловесу», заканчивается сценой, где боксер уходит в рестлинг. Джо Луис, великий Джо Луис, окончил свои дни судьей в рестлинге. Видеть, что теперь в свои 32 года он связывается с рестлингом — грустно. Тайсон разошелся с Доном Кингом и подал на него иск на 100 миллионов долларов. Заявив, что Кинг за 10 лет украл у него громадные суммы. Сам Майк на протяжении многих лет заявлял, что знает, что люди его обманывают. Но сам им помогал, оставаясь с теми, кто его обворовывал. Он не понимал денег. Много приходило и уходило. Как и большинство молодых людей, он думал, что поток никогда не иссякнет. Если бы я оставался добрым и вел себя тихо, уступая другим, обо мне продолжали бы писать. Он такой замечательный, настоящий боец, настоящая школа, ведет себя с нами по-джентльменски. Но иногда нужно вставать на защиту своих прав, уметь постоять за себя, даже когда силы не равны. В то время, как карьера Тайсона продолжала находиться под прицелом сотен теле и фотокамер, он тихо обвенчался с Моникой Тернер. Пока Тайсон находился в тюрьме, она частенько навещала его, и их часто видели вместе после его освобождения. Мне часто задавали вопрос, может ли он измениться? У меня нет ни малейших сомнений в том, что он этого хочет. Думаю, он окружит себя людьми, которые помогут ему. Не знаю, хватит ли у него сил взять настоящего тренера, сильного человека, который заставит его тренироваться, как это было в молодые годы, когда он любил работать и был очень амбициозен. Но даже в этом случае остается вопрос, сможет ли он измениться? Жизнь Майка Тайсона представляет собой серию взлетов и падений. Во многом, это типичная история современной американской звезды. Его лицо пестрело в журналах и газетах всего мира, и как чемпиона мира, и как скандально известные персоны. Это живая легенда. История, еще не дописанная до конца. Он жертва, но за свои поступки он должен нести ответственность. Ведь не Дон Кинг насиловал Дезери Вашингтон. Не Дон Кинг кусал Эвендера Холлифилда. Дон Кинг оказал плохое влияние на Тайсона, окружив его преступниками, наркоторговцами и сутенерами. Они пробуждали худшие черты Майка. Но он человек взрослый и должен понимать, что делает. Пойдет ли Тайсон по стопам многих боксеров до него? Уйдет ли он в тень, вернувшись туда, откуда поднялся? Я всегда думал о том, каково это быть известным боксером. У каждого был свой пунктик, например, машины, непременно огромные. Но в конце концов, все они заканчивались банкротами в жалких квартирках. Боксеры, которым не находилось соперников в их лучшие годы, умирали без гроша в кармане. А все те, кто заверял их в своей дружбе, пропадали из поля зрения, оставляя их умирать в единочестве. Я вырос с Кассом, и мы никогда не поклонялись деньгам. Понимаете, о чем я? Касс считал деньги фальшивым гарантом безопасности. Ну, понимаете, о чем я? Не стоит им слишком доверять. Конечно, они помогают решить множество проблем, но полагаться только на них нельзя. Понимаете меня? Они помогают получить независимость, но стоит появиться семье, жене, как именно эти ценности выходят на первое место. Если приходится выбирать, карьера никогда не должна стоять выше семьи. Семья – это главное, понимаете, о чем я? Программа дублирована на студии Тути Рекордс по заказу студии Ю7 ТВ. Тути Рекордс по заказу студии Ю7 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 Тути Рекордс по заказу